От первого удара стихии пострадали столбы освещения. Одна опора упала и потянула за собой еще две. Те треснули. Жертв и пострадавших нет, говорят специалисты. Теперь в условиях непогоды им нужно все привести в порядок. Мы постараемся, чтобы освещение рассталось на опорах, которые уцелели. То есть не должно повлиять. Но, естественно, те светильники, которые находились на этих опорах, они будут демонтированы. И пока новые опоры не установят, они работать не будут. На самом деле, говорит начальник участка, стихия сыграла здесь не самую главную роль. Есть, возможно, и другой фактор. По углам, к которым ставятся дублеры, опоры дублеров, которые должны поддерживать их дополнительно. Они, я так предполагаю, что застройщики не были установлены. Поэтому это все и произошло. Дирекции благоустройства города предстоит проверить все опоры и укрепить их, если они представляют опасность. Рязанцам же стоит готовиться к непогоде, говорят сотрудники регионального ГУ МЧС. За день до циклона они оповещали горожан. В главном управлении проводится комплекс подготовительных мероприятий. Проведено информирование жителей региона о складывающейся обстановке, в том числе с привлечением средств массовой информации, СМС-рассылки и терминальных комплексов Аксион. Организовано взаимодействие между администрациями муниципальных образований и дежурными службами министерства региона. Уточнены планы действий при ликвидации возможностей чрезвычайных ситуаций. Для контроля за обстановкой и своевременному принятию мер при необходимости спланирована работа оперативного штаба. В ведомстве сообщили, что 9 августа в регионе ожидается облачная погода. Ночью дождь, местами гроза в отдельных районах град. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду. Представители администрации города и сотрудники ГУ МЧС России Паризанской области попросили горожан соблюдать правила безопасности. При усилении ветра ГУ МЧС России Паризанской области рекомендует не выходить на улицу без острой необходимости. При этом плотно закрыть окна, двери, чердачные люки, вентиляционные отверстия. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые могут быть выброшены порывом ветра. Если сильный ветер застег ваш на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании. При этом передвигаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, а также деревьев. При возникновении чрезвычайной ситуации сразу же нужно обращаться в службу спасения. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.